Друзья, странная очень ситуация у меня сейчас складывается. Вообще не понимаю, я уже камеру тут достал, мы поговорили с сотрудником. Зачем снимать? Ну, вы же знали, когда вы пришли, правильно? Да. То есть вы меня вычислили, правильно? Да, составил труда. Вы знаете, что я ютубер. И я вас буду снимать, конечно же, в чем проблема? То есть я сейчас не стал снимать, как вы стучите в дверь. Мне сначала хотелось понять, что вы от меня хотите. И можете еще раз на камеру теперь повторить, что вы от меня хотите? Друзья, если ты хочешь снимать ролики анти-грифшоу, так же, как я, и выкладывать их на свой канал YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Седжукрафт. У тебя будут практически все права опки. На привилегию действует скидка 97%. Осталось всего лишь один день. Скоро мы эту скидку уберем, и место 500 рублей. Привилегия будет стоить 6000 рублей. У тебя будут все права. Ты сможешь менять себе префикс. Ты сможешь влезать в чужий регион. Ты сможешь банить гриферов, кикать, создать их в тюрьму, превращаться в любого моба, вычислять IP гриферов с помощью команды Син. Просто куча привилегий, куча возможностей, которые вы сможете использовать для снятия веселых роликов анти-грифшоу. Приветствуются все ютуберы на нашем сервере. Снимайте, выкладывайте. Я сам владелец сервера, сам поменял себе префикс ютубера, и сам, как владелец сервера, снимаю ролики. Поэтому я рекомендую, ребята, становитесь владельцами, снимайте ролики. Всех жду. Снимайте вместе со мной, я буду очень рад. IP в описании ролика. Всех жду, ребята. Всех жду. Ну, у меня там у сына, вот он играет в игрушки, попросил какие-то привилегии ему нужно. Конкретно? Как вам обратиться, вроде что-то там админка, что-то такое мне сказал, попросил вам. А что конкретно, какая админка? Да привилегии какие-то там за 500 рублей. Я просто сам не... Владелец сервера, который, что ли? Да, наверное. То есть он вас попросил задонатить ему за владельца сервера, получая? Извините за нескромный вопрос, а сколько лет вашему ребенку? Вот 6 исполнилось. Только что исполнилось? Ну, да, недавно. Просто как-то прям молодо выбиться. Просто думал, что меня обманываете? Нет. Мне нужна помощь, я просто не понимаю, что куда нужно. Как там оплатить? То есть вы меня... Вы воспользуете служебным положением, чтобы найти меня и вот этот вопроситель? Ну, так получилось. Что такого? Ну, мне кажется, это немного странно, нет? Да. Нормально. То есть я думал, какая-то ситуация серверная произошла. Раз вы ко мне пришли домой, вычислили меня, а оказывается, просто вы хотите, чтобы сыну задонатить. А почему вы сами не можете задонатить? Ну, я не знаю. Есть же сайт. Не знаю, я там что-то куда. Ну, есть сайт. А у меня прям есть сайт. Сынов не показывал сайт? Нет. Ну, я не разбираюсь там. Не разбираюсь. А от меня-то конкретно что хотите? Ну, чтобы вы там сделали все. Купили. У вас деньги. Деньги? Какие деньги? А что вы надаете? 500 рублей, что ли? Нет, мне не надо давать деньги. Есть сайт, все только через сайт прочитают. Я не умею, сын попросил. Он точно не умеет. Он не умеет, но играет в Майнкар. Ну да. Вот нужно оплатить. Ребят, я вот снимаю. Вот у меня такой просто пера в жизни. То есть, ко мне приходит сотрудник полиции, чтобы сыну, шестилетнему задонатить в Майнкрафт. Обязательно снимаете все-таки? Ну да, обязательно. Потому что я же снимаю, я ютубер. Просьба вообще непонятна, нестандартна. Я должен снимать, понимаете? Я просто не понимаю, что мне надо сделать. Сейчас как? Сделайте там. Раз у вас сейчас телефона нет, через сайт не можете. Это надо идти, получается, в банкомат, кидать деньги. Вы хотите, чтобы я пошел в банкомат или что? Да. Держите. Мне не надо деньги давать, еще раз говорю. Это все вы лично сами сделаете. Ну и что, куда так? Поможете? А если я откажу, как-то что-то это будет? Ну, даже не знаю. Странно, странно. А как сын зовут? Евгений. Евгений. Херня какая-то, непонятная ситуация. Надо подумать. То есть, два помощи, он надо задавать. А он не гриферит у вас, нет? Да, не знаю. Вроде спокойно играет. Ладно, давай. Ладно, сейчас я отдавать тогда буду собираться. Что ж? Давайте так, побыстрее. Ну ладно. Что ж. Мне нужно время. Вот вы держите 500 рублей. Я вам все настроил. Вам осталось только внести. Да, просто внести. Потому что я сам не буду ваши деньги брать и тем более вносить. Я вам все главное настроил. Что, сколько по времени? Ну все, как только деньги зачисляются, все сразу. Так, все. Тут ничего будешь нажать не на... А, внести. Внести на карту. Да, вот правильно. Все. Я вам помог, все сделал, настроил. Что-то от меня еще требуется? Да нет. Можете быть свободен. То есть я вам, сыну вашему, помог, правильно? Да. Странная ваша просьба, конечно, вашего сына. Сейчас чек будет на всякий случай. Возьмите. Потому что мало ли что. Что-то от меня еще все-таки точно требуется. А я свободен, могу идти? Да, можете идти. Спасибо большое. Я тогда пойду. Всего доброго. Я пришел домой и кое-что подумал, ребята. Вы знаете, что я подумал? Мне кажется, этот человек слишком молодо выглядит для того, чтобы у него был ребенок. Вы знаете, и я уже мало верю тому, что у него есть действительно какой-то шестилетний сын. Это было видно, что это очень молодой какой-то полицейский. Ну, хотя, знаете, погоны у него были недостаточно немолодого. То есть я не понимаю. Может, просто есть такие люди, у них на вид они реально маленького возраста. Хотя, по факту, они достаточно взрослые. И их оскорбишь, если скажут, что они немолодо выглядят. И, наверное, сотрудник полиции этот ролик посмотрит. И, наверное, что-то потом он мне скажет за это. Я не знаю. Мне кажется, у него нет ребенка. Вообще, мне кажется, что он сам играет или что-то такое. Ему было стыдно это сказать. И он, в общем, попросил типа через сына. Но вы знаете, ребят, я поверю ему, поверю ему. Пускай будет так, как он сказал. Я не знаю. То есть своим подписчикам я говорю то, что я думаю. Как вы согласны со мной? Нет, мне кажется, у него нет сына. Но я поверю сотруднику полиции. И тем более я ничего не потерял. То есть человек вроде пришел. Да, он воспользовался служебным положением. Да, он нашел меня и пришел ко мне рано утром. Это какая-то вообще бредятина. И вообще бред, конечно, полный. Но давайте сами подумаем. Он ничего плохого не сделал. Он вообще ничего плохого не сделал. Он попросил меня. Он давал мне деньги свои. Он же не сказал мне, давай админку моему сыну. Или там мне. И я, иначе у тебя будут проблемы. Он же так не сказал. Он давал мне деньги свои. 500 рублей мне впихивал. Я, естественно, их не взял сам лично. Потому что я этой херней не занимаюсь. Пусть оплачивает через сайт. Я ему все настроил. Вот там он пусть оплачивает. Поэтому, друзья мои, мне кажется, это вот как оно есть. Пусть так оно и будет. Пускай он действительно задонатил сыну. Поверь ему. А вы пока заходите на серию, друзья. Вот он сюда донатил. Он же что покупал? Он покупал как бы владельца сервера. Вот. Вот есть владельца сервера. Вот. И он как бы туда донатил сыну. Ну, я понял. Чтобы, видимо, либо гриферить, либо не гриферить. Не знаю. В общем, дорогие друзья. Я думаю, что все оно так. Заходите на серию. Получайте админку бесплатно. Я тут устраиваю раздачи. Или вы можете просто прописать команду фри. Я уже сколько раз говорил. И тут сами выберите себе донат за убийство. Либо донат за время. Бесплатно получите админку. Даже основателя можно получить. Ну, в общем, это такая рекламка на свой же сервер. Надеюсь, вы все придете, услышите. В общем, друзья мои, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И спасибо всем за то, что смотрели. Заходи на сервер. Всех жду. Всем спасибо. Всем пока.